Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Фролов, я врач-психиатр, психотерапевт, нарколог. Я занимаюсь в основном рациональной и эмоциональной тренинческой терапией и когнитивной тренинческой терапией. И сегодня я хочу рассказать про РЭП, рационально-эмоциональной тренинческой терапии. И сначала, я думаю, что важно сделать такое вводное про психиатрию, психотерапию и психологию. Мне кажется, важно понимать, что любые концепции психиатрические, психологические – это карта, это модель, это не психическая реальность, как она есть. То есть на самом деле психику нельзя свести, не расщинить ее на какие-то структуры, ее нельзя свести к рецепторам или к каким-то структурам типа бессознательного или сознательного. Это все концепции и карта, по которым мы можем двигаться и использовать их для того, чтобы изучать психику или помогать пациенту или клиенту решить какие-то проблемы. И ко времени появления рациональной и эмоциональной тренинческой терапии в 1955 году господствующим направлением был психоанализ. Фактически это был единственный вид терапии. И к тому времени появились данные, что он недостаточно эффективен. Многие психотерапевты, психологи, психиатры засомневались в его эффективности. И тогда появляется поведенческая терапия, о которой я не буду рассказывать подробно, потому что это не входит в нашу лекцию. Но еще появилось когнитивное направление терапии, которое стало обращаться к сознательному. И первым, кто это сделал, фактически был Эльберт Эрис, основатель РЭПТ. В 1955 году он создал рациональную терапию. И основная идея рациональной терапии, она стала основой для всех видов когнитивной терапии. И это когнитивная модель. Например, как вы думаете, почему мы расстраиваемся? Из-за чего? Или как-то реагируем на что-то? Почему? Ну, потому что какое-то событие произошло, например. Люди иногда думают, что, ну, почему я разозлился? Ну, потому что меня как-то не нахамили. Меня разозлили они. То есть нам кажется, что событие вызывает наши чувства. Мы так обычно говорим. И многие люди так воспринимают, что так оно и есть. То, что нас окружает, оно вызывает нас реакцию. То есть событие – это A. Activating event в когнитивной терапии A. И это может быть любым событием внешнего мира или наша мысль или чувство. Ну, для начала возьмем, что это какое-то событие внешнее. Ну, например, есть условный Петя, который работает менеджером, и ему на работе с ним коллега не поздоровался. Это вот событие A. Не поздоровался коллега. И C – это следствие. То есть этот Петя почувствовал, допустим, подавленность. Ну, конечно же, он скажет Петя, если почему-то расстроился, он не поздоровался. Поэтому не расстроился. Но на самом деле не каждый бы человек расстроился, если бы с ним не поздоровался коллега. Ведь кто-то мог бы не просить внимания. Кто-то мог бы испытывать тревогу. Кто-то мог бы почувствовать злость. Кто-то мог бы все что угодно почувствовать в любом спектре. И это связано с тем, что человек думает. Это B. Берив с убеждением. Но сначала я хочу, перед тем, как перейти к убеждениям, я хочу остановиться на A, на событие. То есть мы можем… Есть факт этого, что он все-таки не поздоровался. Это можно подтвердить как-то объективно. Кто-то мог свидетель сказать? Да, вот он не поздоровался. Но в A входит еще интерпретация, на самом деле этого A, что, допустим, он меня не любит. Это вторая часть A. Она может быть ошибочной, может быть не ошибочной. И есть B. Б – это то, что человек думает об этом всем. Что он со мной поздоровался, а он меня не любит. Что он об этом думает? Если он думает, что это ужасно. Или он должен… Меня должны все любить. Это ужасно, что меня кто-то не любит. Меня должны все любить. Или что я не переживу этого, если меня кто-то не любит. Или что если меня кто-то не любит, то я какой-то плохой. то он тогда будет испытывать более сильную подавленность, чем тот, кто подумал, например, он меня не любит, ну, и это грустно, но я это смогу пережить, это плохо, но это не ужасно. В принципе, почему меня кто-то должен любить? Ну, не любит и не любит. Зато другой меня, допустим, коллега любит, а начальник тоже меня любит. То есть это зависит еще от убеждений в этом событии. Вот это А, Б, С, это когнитивная модель. Да, потом С может стать, само стать А. Например, если этот человек будет, я расстроился из-за того, что со мной кто-то не поздоровался, что я за придурок, если я расстроился из-за этого, и он, то есть А станет, ой, С станет как бы новым А, он будет думать об этом, что раз я чувствую подавленность, значит, я плохой, и он будет испытывать новое С, допустим, он зло будет испытывать на себя. И это и будет такой порочный круг, да, и он будет все больше расстраиваться. Вот. Это то, что называется когнитивная модель, это то, что он как раз открыл Элис. И вроде бы простая идея, да, что мы чувствуем и ведем себя не так, то есть не в зависимости от того, какие события нас окружают, а то, как мы о них думаем. И простая идея, но почему-то никто ее так ясно для этого не озвучил. Это очень-очень-очень как или в безвых словах. Что? А, повторить? Да, очень-очень. Когнитивная модель заключается в том, что есть события, которые, допустим, нас окружают, ну, любой триггер, да, и это какой-то факт. Например, наступили на ногу, там, как-то посмотрели, да, что-то сказали. Мы можем как-то это интерпретировать, да, ну, например, раз на меня так посмотрели, то ко мне плохо относятся. Да, или, что если мне наступили на ногу, то этот человек сделает специально. Да, то есть мы интерпретируем как-то это событие, затем у нас есть иррациональные, ну, это я пока не буду говорить про рациональные убеждения, убеждения о том, как это событие, его интерпретация вообще, каковы они для нас. И если мы будем думать, что если мне наступили на ногу, или на меня как-то посмотрели, и меня поэтому не любят, или ко мне плохо относятся, и значит, что это ужасно, я какой-то плохой, и я этого не переживу, и со мной не должны так поступать, тогда мы будем испытывать более негативные чувства. То есть смысл в том, что не сами события вызывают у нас чувство и поведение, а их интерпретация. Да, мы можем подумать о том, что если наступили на ногу, что он просто несчастный человек, он слепой, например, он не заметил, да, и мы пожалеем его. Мы можем подумать, ах, он свинья, и разлиться, да, мы можем испытать тревогу, подумать, ой, наверное, наступает на ногу, потому что я какой-то неудачник, и мне все наступают на ноги. Я так как криво стою. То есть в зависимости от того, что мы думаем, от этого зависят наши чувства и поведение, да, и мы можем испытывать определенные чувства, как-то поступить. Если мы злимся, там, нахамим, ударим, да, если мы тревожимся, мы будем избегать, спрячемся, бежим куда-то. То есть в основном здесь важно понять, что не сами события вызывают наши чувства, а их интерпретация. И в РЭПТ, в рациональной эмоциональной хронической терапии, чувства делятся на функциональные и дисфункциональные. То есть дисфункциональные чувства, чувства вообще это то, что можно назвать одним словом. Тревога, злость, подавленность, радость, да, это то, что мы переживаем. И они иногда, эти чувства нам мешают, да, то есть, например, если мы слишком сильно боимся, да, мы можем, например, не познакомиться с человеком, который нам нравится, да, или если мы слишком сильно злимся, мы можем нарушить закон, например, там, да, с каким-то подраться. При этом мы не добиваемся своей цели. Да, у нас же есть цель познакомиться, например, или отставить свои крова, но при этом мы испытываем такое чувство, которое не позволяет нам это сделать, да, и мы поступаем каким-то разрушительным образом, не добиваясь своей цели. И вот это сильно интенсивное, мешающее чувство, оно называется дисфункциональным. Ему соответствуют определенные функциональные чувства. Ну, например, да, мы можем в ситуации какого-нибудь знакомства, да, допустим, с человеком противоположен холода испытывать страх, который нас парализует просто, да, можно испытывать легкое беспокойство, которое нас, скорее, будет мотивировать. И вот почему в каких-то ситуациях мы испытываем функциональные чувства полезные и в каких-то мешающие, дисфункциональные чувства? Это связано с разными убеждениями об этих событиях, которые вокруг нас происходят или с нами происходят. Так, сейчас запишу про С еще. Так, вот С модель. С это чувство. Да, вы можете несколько вопросов перебивать, если непонятно что-то, или что-то говорить. Все пока понятно? Так, С это чувство и поведение. Вот, они бывают функциональные, и дисфункциональные. Уже вопрос. А, это интерпретация событий? Что? А, это интерпретация наших... Ну, точнее, убеждения. А, вот так, сейчас я А разделю на две. Это очень, на самом деле, сложно. Это правда, даже, мне кажется, не все психотерапевты понимают то, что называется контактивной терапией. Но, мне кажется, это очень важно. То есть, А, это факт, с одной стороны, да? Ну, например, то, что мы можем точно быть уверенными. Ну, кто-то наступил на него. И при этом, это интерпретация какая-то. Факт и его интерпретация. Но, Б, я потом подробно расскажу, это определенные глубинные убеждения, которые очень важны в Рэпт. Это, это как бы, так скажем, установки, можно так сказать, глобальные установки о жизни, о людях вообще. Ну, то есть, факт есть. Допустим, так. Мне поздоровался, да? Еще раз это подчеркнуло. Мне поздоровался, интерпретация. Меня не любят. И сейчас я буду рассказывать о убеждениях, я еще к этому вернусь. Так вот, и может быть, в этой ситуации функциональные чувства и дисфункциональные. Например, функциональным будет подавленность. Скажите, человек впадет в депрессию, идет в запой, не пойдет на работу, меня никто не любит, я плохой, это ужасно, я этого не переживу. Это будет дисфункциональный, ну, депрессия, мы позовем. То есть, называть чувства можно по-разному, как угодно, на самом деле. Ну, условно, будем считать здоровые эмоции, грусть. Ну да, со мной, допустим, не поздоровались. Грустно, что со мной кто-то не поздоровался. Может быть, грусть. И вот за функциональным чувством грусти скрываются определенные убеждения, а за дисфункциональным чувством подавленности скрываются другие убеждения. То есть, какие могут быть здесь убеждения по поводу этого события, что со мной не поздоровались, меня не любят. Вот здесь я запишу рациональные убеждения или верования, а там иррациональные. Сначала начнем с рациональных. Иррациональные убеждения – это меня должны любить. То есть, это такое, это вот самое главное вообще суть всех фактически невротических проблем по РЭП – это требования. Долженствование или то, что обычно называют ожиданиями, мне кажется, в обиходе люди, вот ты слишком много ожидаешь, да? Но это, на самом деле, не просто ожидание, требование. Мы считаем, что так должно происходить. А меня должны любить. Из этого выходит, это называется долженствование, требование. Оно может касаться себя. То есть, я должен быть привлекательным, я должен быть умным, я должен быть богатым, вот я должен просто абсолютно догматически по-любому. Это обязательно. Это иррациональные убеждения, которые приводят к проблемам. Почему? Потому что, если все-таки у меня что-то не получается, если кто-то сказал, что я непривлекательный, или у меня финансовый кризис, или ну что-то пошло не так, как мне хотелось бы, я начну думать, что я плохой. Обесценивать себя. Это обесценивание. То есть, вообще оценивание это тоже иррациональное убеждение. Также, если у меня получится заработать много денег, я скажу, о, я классный, я самый прекрасный. Да, но при этом, когда произойдет негативное событие, я опять скачусь в это же убеждение, только в другую сторону. Что, если у меня есть деньги, я классный, а у меня нет денег, значит, я плохой. Поэтому оцениваю, в любом случае, это иррационально. И, может быть, почему, если это сейчас непонятно, я расскажу попозже, почему. И, следующий тип убеждений, это низкая терпимость к фрустрации. То есть, я этого не вынесу, не переживу. Это какие-то вечные страдания, муки, которые с вами будут происходить. Это низкая терпимость к фрустрации. То есть, я не переживу этого. И, еще, и следующий тип, это катастрофизация. Это ужасно, если меня не будут любить. так. И рациональным убеждением будет в этом случае, и, возможно, сейчас, это кажется непонятно, почему они считаются иррациональными. Потому что меня должны любить, и если меня не любят, то я плохой. Это невозможно. Что? Но, чтобы все любили, это невозможно. Это невозможно. И, а почему плохой, если я не любят, то я плохой, или если меня любят, то я хороший. Почему это иррационально? Потому что это оценивание по целому, по части. И то же самое, что сказать, что если в корзине фруктов лежит подгнившее яблоко, то вся корзина плохая. И человек, это слишком сложное существо, его нельзя однозначно назвать плохим или хорошим. А вы могут быть, тебя могут не любить, кто-то любит, кто-то не любит, но, допустим, тебя никто не любит, но, при этом, ты хорошо, готовишь плохо, например, это уже не делает тебя плохим. А что это будет? Как тебе кажется, когда думаешь, что я плохой, раз мне никто не любит. То есть, ты обобщаешь. Почему я этого не пережил является иррациональным, как думаете? От расстройства мало кто умирает. Да, никто никогда не умирал от того, что тебя никто не любит. Это можно пережить. Это неприятно, это будет сложно, может быть, но это невыносимо. А нашей голове кажется, что это невыносимое что-то. Да, почему? Это ужасно. Тоже это иррациональная. Как думаете? Тоже как-то, перегиб уже прям. Ужасно, это хуже быть не может. То есть, нам кажется, что это самое плохое событие в жизни, которое может быть. На самом деле, ведь всегда есть более плохие события. Вот все что угодно, возьми, всегда есть что-то еще хуже. То есть, в мире всегда есть что-то хуже. А мы потом забываем, нам кажется, что это верхняя планка, и все, мы достигли все, больше ничего не может быть. Мы забываем сравнивать это с более плохим. Да, и этому противоположны рациональные убеждения. Я хочу, чтобы меня любили. Я хочу. Я хочу. В общем, все, что угодно. И требование касается не только себя, но и окружающих и мира. То есть, если я должен быть классным врачом, в мире должна быть справедливость. Это тоже рациональное убеждение. Потому что, ну, ее нет, потому что это то, чего нам хотелось было, то, что важно, но ее нет по факту, и мы не можем свои желания, наши желания не должны уголваться. Мы этого хотим многие, чтобы в мире была, допустим, не углубована. Но это убеждение рациональное. А также это касается других. Другие должны меня уважать. Хотелось бы, чтобы они нас уважали, но это не значит, что они должны этого делать. Что же касается облицения, может, касаться мира. Мир – это отвратительное место. Или других, он отвратительный человек, раз он так поступил. Но это тоже мы делаем в выводе в общем и с частного. Что тоже является ошибкой. И я этого не переживу, но здесь, да, это как бы только про себя и ужасно, ну тоже, да, это здесь в основном про себя, ну про какое-то событие вообще в целом. И рациональное убеждение будет, значит, вместо «должен», «хочу». «Я хочу, чтобы в мире не было бы, я хочу, чтобы в мире не было бедности, я хочу, чтобы я был симпатичным, я хочу, чтобы я был богатым, я хочу, чтобы люди меня окружали хорошими». Но это не значит, что это должно быть. Это рационально. Потому что это наша ценность, наше желание, и у каждого свои ценности, свои желания есть. Кто-то хочет быть умным, кто-то богатым, кто-то хочет коммунизма, кто-то хочет, наоборот, свободного рынка, И требовать, чтобы это происходило так, как мы хотим, бессмысленно и абсурдно Мы можем к этому стремиться И хотеть это Также вместо «я плохой» или «кто-то плохой» или «мир плохой» будет рациональным Будет У всего есть положительные и отрицательные черты И у всего есть плюсы и минусы Вот это будет принятие, можно так назвать Принятие Плюсы и минусы Вот А это будет желанием Вместо Нескотерпенности к фрустрации будет рациональным, будет желанием Это высокотерпенность к фрустрации То есть я могу это пережить, это неприятно, это тяжело Да, у меня умерли родители или жена, или я попал в катастрофу Это очень плохо То есть это неприятно, это тяжело Но я могу это пережить Если будет совсем плохо, то люди умирают обычно То есть когда нам совсем невыносимо плохо, мы просто умираем, мы ничего не чувствуем Если мы атеисты, например, то все, мы исчезаем Если мы верующие люди, то там что-то другое начинается А нам кажется, как будто бы, что есть какие-то мучения, которые никогда не закончатся Это неприносимо Но так не бывает То есть это будет высокотерпенность к фрустрации И вместо катастрофизации Или в жестификации будет убеждение рациональным, что это очень плохо Это очень плохо, что меня бросила девушка Но это не ужасно Бывают события ужаснее Если бы мне оторвало ногу, было бы куда хуже То есть это назвать его можно Просто так и напишу, что это плохо Но не ужасно Обычно рациональные убеждения никак не называются Но рациональные убеждения есть какое-то название И возвращаясь к Петру, который думает, что его не любят Может быть, несколько вариантов развития событий То есть он может думать, что раз меня не любят То есть я хочу, чтобы меня любили Но раз меня не любят мой коллега Это не значит, что я плохой Я могу это пережить, и это плохо, но не ужасно И тогда он будет чувствовать нормальную грусть При этом он может испытывать вот эти То есть думать иррационально И думать, что меня даже должны любить все коллеги Как так Почему он с меня не здоровается И раз он с меня не взрослый Я какой-то вообще очень стрёмный коллега И я с ним переживу Это вообще ужасно Хуже, чем в своей жизни быть не может Чтобы с ним не поздоровался И тогда он будет испытывать сильную податность Но есть еще важный момент И вот в Рэпт работа в основном ведется с этими убеждениями Но еще есть понимание, что интерпретация событий тоже бывает ошибочной или правильной Он, Петя, мог бы думать иррационально Иррационально, что вы должны любить Что он плохой, раз с ним его не любят И раз он этого не переживает, это ужасно Но он может Проинтерпретировать факт, что с ними поздоровались не так, что его не любят Он может сказать, что он просто сам какой-то стрёмный парень Если он со мной не поздоровался, может быть он устал, может быть он просто невоспитанный Или он еще что-то То есть он может не интерпретировать, что его не любят И если он проинтерпретирует это так, что он устал То даже если Петя будет думать иррационально, что я должен любить Он в этой ситуации не расстроится Понятно, да? Или не очень-то? Ну это бесконечное количество вариантов Это поэтому психологи спрашивают, что вы по этому поводу чувствуете? Ну, все психологи... Как я вначале говорил, что существует очень много разных психологических школ, моделей, терапий И у всех разные концепции, модели, они иногда противоречат друг другу Поэтому я вообще бы не стал сравнивать разных психологов И говорить вообще о психологии, вообще о психотерапии Потому что работа психоаналитика, она радикально отличается от работы, например, рэп-терапевта Это там больше, мне кажется, различий, чем общего Общее, если только что два человека взаимодействуют И пытаются решить проблему Ну, наверное, вот это правда очень сложно К интерпретации события Да? Или понятно? Понятно Да, то есть Я еще какой-нибудь предупример, например, про отношения Что, ну, например Если меня бросила девушка или бросил парень То это... Нет А, если мне девушка написала какую-нибудь смс-ку, где она недовольна То она меня бросит Да? Я могу об этом думать иррационально Это ужасно, это не должно быть Я могу подумать, что она просто делает мне замечание, она не собирается меня бросать И при этом я могу думать, что это ужасно, что она меня бросит Вот Ну так вот А в рэп-терапевте Используются разные типы аргументов Во время беседы, во время сессий терапевтических Терапевт использует третий тип аргументов касательно каждого убеждения Это... Первое, это эмпирические То есть как это связано с реальностью Что более реально? Что тебя должны любить? Или это, что ты хотел бы, чтобы тебя любили? Конечно, более эрористично, что ты хочешь Но это факт, что ты хочешь, да? Ты этого хочешь Но то, что это должно быть таким образом Нет никаких доказательств, что это должно быть таким Это невозможно доказать И поэтому у мир рациональных убеждений Нет никаких фактов, что тебя должны любить Это что? Где-то то у людей это написано Каждому разуникит закон есть такой, что вами должны все любить, и с ним взорваться. Такого закона нет, да? Нет такого правила, мир не причиняется твоим желаниям. И следующий аргумент, это логически, это как раз исходя из желания. Да у тебя есть желание, чтобы люди тебя любили, но как отсюда следует, что тебя должны любить? Это отсюда логически одно из другого не вдекает. А вот когда люди сильно расстраиваются, они делают логическую ошибку, они считают, что раз мне этого хочется, значит это должно быть. И третий аргумент прагматический, это, а как тебе это вообще помогает? Для того, что ты думаешь, что тебя должны все любить, тебя что-то, а то больше кто-то будет любить, наоборот. Потому что ты думаешь, что тебя должны любить, ты не будешь ничего делать для этого, они так должны меня любить. Ты не будешь стараться, ты будешь просто загоняться и ничего не подпримешь. Но так это должно происходить, да, когда человек думает, что меня должны любить, меня должны любить, но он только сидит и переживает за то, что вы кто-то не любит. В случае оценивающего убеждения, например, я плохой, кто-то плохой или мир плохой, тоже используются такие аргументы, например, тоже эмпирический, а есть ли какие-то факты, которые подтверждают, что ты плохой или хороший? А на самом деле всегда найдутся какие-то факты, которые говорят о том, что человек и в чем-то хорош, а в чем-то плох. Их будет примерно 50 и 50. При этом еще зависит от того, с какой системы ценностей мы оцениваем, с какой системы координат. Но даже если мы возьмем какую-то одну систему координат, то в любом случае будут какие-то плохие и хорошие поступки, и плохие и хорошие черты. И в любом случае нельзя кого-то назвать абсолютно плохим. И другие аргументы, да, это логические, да, тебе хочется быть лучше, но это не значит, что ты должен быть идеальным. Тебе не хотелось бы, чтобы ты был в чем-то плох, но это не значит, что так должно быть. Что-то я запутался. Да, здесь логический в том, что, да, из частного, общее дело. Что нельзя судить из того, что ты совершил ошибку, не значит, что ты вообще плох. И прагматически, а как тебе помогает то, что ты думаешь, что ты плохой? Ну да, ты плохой теперь, и что теперь? Тогда ты станешь лучше. Я не знаю, как в английском, но оригинально, но вот в переводной книжке Элиса, там есть, проводится его сессия, книжка «Гуманистическая психотерапия», где он разговаривает с девочкой, которая думает, что она плохая, а она наворует. А у родителей он говорит, ну, она говорит, ну, я думаю, что я говно. А он ей говорит, ну, если ты говно, то говно не может разговниться, да? То есть, если что-то плохое, то оно не может стать лучше. Абсолютно плохое, сгнившее, мёртвое что-то, оно не может стать лучше. А мы себя воспринимаем так иногда, да, как абсолютно ни к чему, ни к чему, ни к кому-то. И это не дает шанса нам и другим исправиться. Потому что мы как бы отделяем какой-то сущность этой гневой. Низкая терпимость и фрустрация спаривается таким образом, что тоже эмпирические аргументы, есть такие доказательства, что ты этого не переживешь, да? Если кого-то бросил, там, партнер, или тебя кто-то не любит, или кого-то, кто-то от этого умирал вообще, кто-то от этого не пережил, да? Таких фактов нет. Логически тоже, что это будет неприятно, но это не значит, что этого нельзя вынести. Это неприятно. Но люди совершат логическую ошибку, думают, что раз это неприятно, я этого не переживу. То есть, да, это будет сложным для меня, а значит, я не переживу. И прагматически как тебе это помогает то, что ты думаешь, что ты этого не перенесешь, не переживешь? Ну да, ты только больше расстраиваешься, но ты не можешь решить эту проблему. Ты не можешь добиться своей цели, чувствовать себя хорошо, и добиться своей цели нравиться мне, например, если ты расстраиваешься с тем, что тебя кто-то не любит. И про катастрофизацию. Эмпирический аргумент, да, что всегда есть что-то более плохое, чем мы считаем что-то плохим, да? Ну, например, что кто-то не любит. Есть там ядерная война, например, да? Или смерть, это лучше, чем кто-то не любит. И логический аргумент, да, что это плохо, но это не ужасно. И прагматический аргумент, что это никак не помогает. От того, что я думаю, что это ужасно, я только впадаю в панику. Но ничего не изменит меня. И во время терапии психотерапевт задаёт определённые вопросы, которые направлены на оспаривание этих убеждений. То есть это сократический диалог. Например, вопрос там, что, а как из того, что ты... Да докажи мне, что это так должно быть. Докажи мне, что я тебя должен любить. И пациент, например, говорит, ну как же, я хочу, чтобы меня любили. Терапевт может сказать, ну да, ты хочешь, чтобы тебя любили, но какая-то не следует, что тебе должны любить. Вот. И до тех пор, пока пациент не поймёт, что его не должны любить, да, что это было бы желательно, но не необходимо. Но кроме этого, иногда здесь проблема в чём с этим оспариванием этих убеждений, что это правда очень сложно. Люди очень укоренны в этих убеждениях. Возможно, они биологические, эти убеждения, и рациональные. То есть мы с ними склонны от рождения создавать их. Плюс постоянно идёт воздействие со стороны, там, родителей, церкви, там, государства, каких-то корпораций коммерческих, да, которые говорят, у каждого мужчины должен быть вот такая машина, там, женщина должна быть с таким животом. Родители говорят, ты должен учиться на пятёрке. И если ты не учишься на пятёрке, то ты двоечник, родители двоечник. И поэтому всё у нас ещё поддержано, да. Поэтому очень сложно это оспаривать и изменять эти убеждения. И поэтому основная терапия проходит между сессиями, то есть пациент дома оспаривает, клиент дома это делает. Там, ежедневно, на течение нескольких минут он оспаривает эти убеждения. Но в любом случае, конечно же, нужно понимать, что их невозможно совершенно избавиться, их можно уменьшить, научиться их выявлять у себя, обнаруживать и заменять на рациональные убеждения. И это постоянный процесс. И я думаю, что люди, большинство людей, так скажем, ну это даже не только то, что я думаю, да, это, конечно, исследования подтверждают, что большинство людей, так скажем, здоровых условно, да, или у которых тут меньше проблем, они думают рационально. Они вот так думают. Они предпочитают, они принимают себя таким, каким есть мир, таким, как он есть. Они понимают, что можно многое перенести, и они не воспринимаются катастрофически, да. Я думаю, что это можно по собственным наблюдениям, да, или по себе. Можете понимать, что ваши здоровые какие-то реакции, они связаны с таким мышлением. А нездоровые реакции с таким, с невротическим, при расстройствах, чаще всего такое мышление. Но понятно, что оно у всех есть и такое, и такое, да. И просто какие-то периоды жизни превалирует что-то, или когда событие, например, у нас очень травмирующее, может активироваться, как кажется, и рациональное убеждение, да, они сильно активируются. Так. Да? А я вот не совсем понимаю с точки зрения эффективности терапии, то есть да. Если мы... Сейчас сложно стимулируюсь. Но, например, мы говорим о том, что есть какая-то цель, да, и поэтому от того, что поведение или чувство мог мешать ее достижать, оно будет дисфункционально. Но, может быть, эти дисфункциональные чувства или поведение не другую какую-то цель оправдывают. Например, там, ребенок пока растет, да, у него есть отношения с родителями, и для того, чтобы эти отношения с родителями поддерживать, ему нужно быть, например, самым плохим, или самым неуверенным, или самым неудачным, или еще каким-то. И... Ну, я не знаю, я фантазирую. И получается, что это... Попадает такой клиент, да, на терапию, и задача терапевта просто, может, я не до конца поняла, ну, пока вот кажется мне так, что он ему говорит, нет, тебе надо перестать так думать, да, и тогда клиент может либо защищать, и это вызовет у него сопротивление большое, да, либо... То есть, как не прорабатывал тот вот другой сценарий, да, ну, а так он не интересуется вот теми сценариями, которые оказываются скрыты, например, или какие-нибудь смыслы... Ну, может, но обычно все-таки это такая терапия, это же не... Вы, скорее, психодинамическое направление сейчас так осуждаете. То есть, это то, что нельзя доказать, то, что вы говорите. Ну, то есть, если клиент не позиционирует такую цель, значит, ее нет. То есть, мы доверяем клиенту. Угу. Он говорит то, что он хочет добиться, что мешает. Да, по всему мнению. То есть, я, возможно, тоже этот вопрос... Ну, либо продолжу, дополню. То есть, мне кажется, что речь идет о том, что, возможно ли такие случаи, когда вы работаете с клиентом, у него происходит постоянный откат из-за того, что у него то поведение, которое вы пытаетесь снять, которое конфликтует вот с тем, на что он заявляется на сессии, да, на самом деле подкрепляет что-то другое, возможно, даже более ценное, да, но там, поскольку конфликта нету, он это не озвучивает. Очень сложно абстрактно говорить. Почему? Ну, уже конкретная все-таки ситуация. Я могу продолжить, да, то есть, ребенок всю жизнь как бы должен, ну, был в роли жертвы, для него это было выгодно, ситуативно в семье, да, а потом он попадает в коллектив, становится продажником, и его прокачивают на победителя, а у него ничего не получается. Вот. А, как бы, семья никуда не делась. То есть, он приходит и говорит, сделайте из меня победителя, а вы из него победителя прокачиваете, то есть, вы ему как бы убираете вот эти вот, как бы, что он предъявляет, да, он как бы приходит домой и возвращается, откатывается обратно, потому что там ему выгодно быть жертвой. То есть, у него как бы эти... Выгодно, но это очень... Это вторичная выгода, это же такое спорное, на самом деле, понятие. Оно тоже недоказуемое, понимаете. Это... Здесь нужно... Все-таки, здесь невозможно это так вот... Нужно понимать конкретно все-таки, что за конкретный человек, о чем он думает, когда он попадает в эту семью. Я сомневаюсь, что ему... То есть, в любом случае, рациональное убеждение, никогда не бывает добиваться своей цели. Дальше, если он хочет, чтобы в семье было хорошо, а того, что он думает, что он плохой, или что должен себя как-то вести, он не получает удовлетворения. Вы пытаетесь найти какие-то скрытые, бессознательные причины, да? Но это другая концепция. Это... Ну, это очень спорно, что они вообще есть. Быть победителем, это же иррационально. Ну, допустим, он считает, что я должен... И да, к тому же это иррациональное убеждение. Сами вот эти тренинги, они в принципе иррациональные. Да. Да, и что я хочу сказать про всякие психологии. Наспачивают как раз это сердце. Многие психологические теории, или якобы, они как раз нарушают иррациональные люди. Они как раз заставляют людей быть иррациональными. И это делают продажники, конечно, и какие-то тренера, и психологи, и вот проекты типа для бизнеса развития. Они многие вот этим занимаются. И потому что это может давать какую-то видимость того, что ты успеха. Ты думаешь, я классный, я могу. Ты заряжаешься на короткое время, что-то делаешь, но потом это откат происходит сразу. Проигрываешь, я неудачник. Я неудачник, все. И раз я все это не получил, все я неудачник. Люди, поэтому многие, кто проходит такие тренинги, они уже получено заканчиваются. Вот. Также многие виды терапии направлены на изменение А. Да? То есть, ну если к какому-нибудь психологу можно прийти, он будет говорить о том, что, ну давай как я тебя научу, как общаться, чтобы себя все любили. Вот ты улыбайся там, здоровайся со всеми, да? Он в первую очередь этим будет заниматься. И рациональный убеждений никогда не денется. И психолог все время не сможет добиться того, чтобы человека все любили. Он будет тратить время на это. На то, чтобы человек научить общаться, и чтобы его больше не любило. Или он может ему доказывать, что тебя на самом деле любят. Да и любят тебя, он просто вот устал, да? Это тоже может облегчить состояние, да? Но это не избавит от рационального убеждения, что я должна любить. Корень-то останется в проблеме. Поэтому РЭП старается вот это делать. Но, конечно, не всегда это получается. Это правда очень сложно. Можно вопрос? А разве корень ирационального убеждения не есть в чем-то другом? Ну то есть как раз таки, что есть какой-то факт, из-за чего есть как раз таки это ирациональное убеждение, как, например, да, тот же самый пример продолжая, что ребенок там решил, что он в семье должен быть там неуспешным, чтобы как-то взаимодействовать своими родителями. И как-то вот к этому изначально, ну, к этому как-то вообще обращается или работает исключительно с иррациональными убеждениями, ну, с убеждениями? Ну да, но работает только с убеждениями, с интерпретациями, с мыслями. Это когнитивная терапия. То есть в любой когнитивной терапии, опять же, которых очень много, да, есть когнитивная терапия Брэпа, диалектико-поэгеническая терапия, схемотерапия. Там в первую очередь все-таки направлено на то, что человек думает. А что ты себе говоришь? О чем ты думаешь? Как ты воспринимал эту ситуацию? Там не ищутся какие-то скрытые причины. Это в психодинамических направлениях ищутся. Поэтому почему, собственно, появилась когнитивная терапия? Потому что ее можно научно доказать. Мы можем констатировать факт. Человек говорит, что он так думает. То есть, или он не сразу говорит, но мы можем привести к тому, что он скажет, о чем он думает. И мы можем это зафиксировать, мы можем это изучать. Мы можем многих людей это спросить. А психоаналитические теории, они не доказуем, они не мазорительны. Этот терапевт думает, что пациент так думает. Или что ему выгодно это. На самом деле он этого не знает. Выгодно, невыгодно, вы не знаете, как его на самом деле. Вы можете это констатировать в том факте, как он это воспринимает. И вот поэтому очень сложно говорить о том, что если мы должны знать конкретную ситуацию, что ребенок думает в этот момент, когда в семье попадает. Но вряд ли какому-то ребенку помогает добиваться цели, чтобы его любила мама, или что ему в семье было хорошо. То, что он думает, что он должен быть плохим. То есть, что он должен быть идеальным учеником. И если он получил двойку, то он становится плохим. Ему это не помогает добиваться своих целей никак. Иррациональное убеждение никак не может помочь добиться цели. Нет? Тут причина, следствие меняются местами. Иррациональное убеждение, да, оно не помогает добиться этой цели. Оно возникает вот как в попытке вот эту цель достигнуть, да, когда она достигается таким образом. И он такой, ага, все, как будто появляется. Возможно, но мы этого не знаем как. То есть, рептит все-таки научная терапия. Это evidence-based терапия, она основывается на доказательстве. Есть исследование, что иррациональное убеждение существует. Существует иррациональное убеждение. Это подтверждено исследование. Иррациональное убеждение связано с расстройствами, с проблемами нейротическими. Иррациональное убеждение не связано. Откуда появились иррациональные убеждения иррациональные, мы этого не знаем. Это то, что очень сложно проверить и доказать. Поэтому когнитивные терапевты, репт терапевты не будут в этом копаться. Наша задача помочь человеку здесь и сейчас. Вот он так думает. Какая нам разница, откуда это появилось? В некоторых видах когнитивных терапевтов уделяется возникновение в детстве, да, этих причин, схемы терапии, пунктической терапии Бека. Но в РЭПТ этому не уделяют внимание, потому что важно, что он есть, важно его изменить. А какая разница, куда он взялся? Это просто будут догадки. Нет, я-то говорила, что разница, меня интересует контекция того, почему могут быть откаты. То есть, почему человек может не воспринимать терапию, да? Вот это я соглашусь, да. Откаты, да, они могут быть из-за того, что среда, она от него этого требует. Или ему говорят, допустим, он приходит домой, допустим, мужчина приходит домой, а жена ему говорит, ты должен зарабатывать вот столько-то. Ты не принес денег, значит, ты плохой муж. Да? И, конечно, он будет откатываться. Потому что его задача оспорить это убеждение и начать, допустим, зарабатывать, чтобы он чувствовал себя хорошо, да? А она ему это каждого раздалбливает, например. Ну, или как-то себя ведет таким образом, что заставляет его так думать, да? Если вы говорите про какие-то более скрытые моменты. Да, и рациональное убеждение, конечно, он поддерживается кем-то, а оно, может быть, кому-то, скорее, выгодно. И человек думает, что ему надо так думать, чтобы с чем-то добиться. Да, он может так думать. Людям очень сложно отказываться от убеждения, потому что они думают, что это им помогает. От должен очень трудно отказываться, потому что людям, если я не буду думать, что я должен быть успешным, то я не стану успешным. Потому что если он откажется от этой идеи, то он станет неудачником. Но это, конечно, не так. Наоборот. Как только сейчас начнут, что я хочу быть в чем-то успешным, ему становится легче добиваться. Но это очень сложно у некоторых людей понять. Поэтому сопротивление есть такое. Так вот, да, и то, что эти убеждения очень глубокие, они фактически биологические. Их можно ослабить, но их невозможно полностью искоренить. Поэтому в терапии занимаются в том числе тоже и тем, что изучают интерпретацию события. Иногда это проще изменить. А правда ли, по каким причинам он мог не поздороваться, например, коллега? Потому что, может быть, он устал? Или какие еще могут быть причины? Какие-то есть факты, что он тебя, правда, не любит? И человек начинает думать, может, его любят, может, не любят. И от этого ему становится лучше. Иногда, правда, проще учить человека общаться так, чтобы его больше людей любило, и им будет все лучше чувствовать. Но в рэп это ему уделяется вторстепенное значение. Сначала нужно попробовать все-таки изменить. Вопрос? Нет? А, нет. Вот. Так. Я думаю, что можно закончить. А, все равно, да? Ну да, там еще полтора. А, подожди, мы же начали в 7-8.30. Да. Простите, я еще простужу, но мне, по-моему, это было иногда говорить или нет. Что-то... Да, сочините. Репты – это когнитивная терапия? Да. Репты – это, фактически, первый вид когнитивной терапии. Да. И существует целое семейство когнитивно-прогенических терапий. Одна из таких главных направлений тоже – это когнитивная терапия БЭКа. Она отличается... Ну, то есть, это очень спорный вопрос. Очень долгая тема, отдельно, чем они отличаются, чем они похожи. Но можно сказать, что они в когнитивной терапии больше оценивают интерпретацию событий. Вот. Чем... Там не так касаются рациональных убеждений. Там более мягко, поэтому, да? То есть, там просто такие вопросы, которые отчаянят. Репты очень активны. Терапевт, он активную позицию занимает. Он может прям спорить. Он спорит, например, с клиентом, с убеждением. Клиент тоже на его стороне должен быть. Он должен понимать, что они делают. То есть, здесь нет мистики, тайны какой-то. Терапевт говорит – вот, у вас есть такое убеждение, согласны, что оно вам мешает? Да, оно мешает. Давайте тогда с ним поработаем. И они вместе его спорят. Точнее, что такой вопрос. Эфтерапия, она всем клиентам подходит? Или это отбор какой-то, какой-то клиент, допустим, более агрессивный, можно даже сказать. Не агрессивный, активный. Но оно может быть активным, а может быть неактивным. То есть, Элис, например, основатель, он был очень директивный, активный. Он много его сам говорил, эмоциональный. Но это не обязательно так. Это может быть более пассивный. Есть разные стили, есть разные способы. Но она может скорее не подходить, потому что некоторым людям очень сложно, во-первых, понять, что их мысль, что не событие вызывает, да, чувства, а мысли. Людям с расстройствами личности, например, это может не подойти. С пограничным расстройством, да, личности. То есть, условно здоровым, оно не подойдет к своему любому человеку. Да. Вот, в принципе, да, на самом... То есть, интересно, насчет исследований РЭП, да, то есть, РЭП, оно исследовалось с самого начала возникновения. Ну, до 70-х годов вообще исследования терпения были не очень качественными. Потом они стали более качественными. И РЭП показывает свою эффективность при тревоге, депрессии, даже при шизофрении, как дополнительный метод лечения. Потому что, допустим, пациент с шизофрением может... У него могут быть все эти убеждения по поводу его симптомов, т.е. голосов, да. И если ему... Он будет меньше из-за них переживать, то его качество жизни повысится. Если он будет меньше из-за них расстраиваться, своих симптомов. То есть... Но очень хорошее эффективность его показывает как раз на субклинических расстройствах, ну, грубо говоря, типа коучинга или профилактики расстройств в школах с детьми. Оно помогает здоровым людям выработать достаточно простую схему того, как работать со своими мешающими чувствами. Здесь очень простая схема, потому что есть мешающие чувства, есть полезные чувства, есть правильные мысли, которые помогают, есть неправильные. И этим достаточно просто использовать для самопомощи. Особенно, если у тебя нет очень серьезных проблем. И, ну, да, и в исследованиях очень много, как раз, может быть точно уверенным, что для людей с не очень тяжелыми расстройствами это очень эффективно. С более серьезными расстройствами это, может быть, эффективность меньше. И все зависит от нюансов. Но, вообще, понятно, что исследования психотерапии достаточно сложны. И никогда нельзя говорить о какой-то абсолютной там уверенности в том, что это... Я хочу поговорить про школу точно. Потому что, мне кажется, школа у нас такая сложная само по себе структура. Дети, они в подростковом возрасте очень зависимы от того, приемлет их группа или нет. Они не могут рационально мыслить. Они даже тут дело не в любви, а именно в действительно отторжении. То есть, понятно, в каждой группе есть изгои, которые непонятно по какой причине отвергаются группой. Это катастрофа. Ну, для ребенка катастрофа. А для них там ядерная война не так страшна, потому что он не... И выносили им группа. И если... А группа... Они тоже... Изменить отношение к этому человеку, группе... Вот это очень сложно. Конечно, группа не может. Раз он изгой, то все. Он третьим изгоем остается. По какому принципу, я сама даже не понимаю, люди попадают в изгои. И как этому... Вот непонятно, и как человек может когнитивно себя убедить, что все в порядке, что это ничего страшного, что... Ну, может, я работал с детьми, которые подвергались нападкам очень много. И они потом могли с группой сработать? Или просто переставали? Они переставали так переживать. Ну, как... Принимание. Да. Или мы уходили в другую школу. Это ужасно. Тогда в городе можно найти в соцсети. А если какая-то деревня там, допустим, и группа очень устоявшейся... Принимание, что жизнь такая. Вот она вот такая. Как-то надо ее, да. Это очень хороший вопрос. И да. То, что я не сказал. Про события. Это проще не события. Если, правда, муж бьет, то бессмысленно оспаривать рациональную женщину, его муж и должен быть лучше развестись в этой ситуации. Есть какие-то такие явно очевидные ситуации, в которых нужно изменить ситуацию. Или у тебя, допустим, кредит на миллион. Вместо того, чтобы оспаривать убеждение, что это не ужасно, что у тебя кредит на миллион, лучше его выпить. Вот. Это будет быстрее. Но есть ситуации, которые мы не можем, например, изменить. И которые мы не контролируем. И поэтому смысл за них расстраиваться. Насчет школы, да. То есть, допустим, если ребенка травит школе, мы, конечно, не можем изменить отношение к коллективу, к психотерапевту. Но ребенок, который попадает в этот коллектив, его там обзывают, он, как я часто видел, он начинает все эти рациональные женщины испытывать, он начинает еще и себя хуже вести. Он, на самом деле, агрессивно дерется, всех сам задирать начинает, обзывается или прячется. Он не пытается наладить контакт из-за того, что у него во всем этом варится. И когда это оспаривается, это убеждение, что да, слушай, тебя обижают, ты не знаешь, что плохим. Да, это они такие, просто тебя называют так. Ну, так получилось, но ты не становишься каким-то дураком, если они тебя считают дураком. И да, они могут тебя обзывать. Дети такие, они бывают, что обзывают кого-то. И да, получилось, что ты в это попал, но это не значит, что это не должно быть в мире. Да, с тобой такое произошло. И да, ты можешь это пережить. Ты уже сколько? Ты уже два года ходишь в эту школу, тебя обзывают каждый день, ты ходишь до сих пор, если ты не умный от этого. Ты еще, может быть, так пять лет проходишь. И это не ужасно, это не самое плохое. Если бы тебе, например, что-то еще было, могло быть еще что-то более плохое в этой школе. Перестрелки какие-нибудь. Тебя просто обзывают, тебя не стреляют в автоматическом пистолетом. Но при этом психотерапевт, я думаю, должен поговорить с родителями, например, чтобы тот учитель повлиял тоже на класс, и тоже изменить ситуацию. Конечно, важно не только оставлять утверждение, но и изменять ситуацию в лучшую сторону для нас. Просто добиться своей цели, или нравиться, зарабатывать больше или больше знать, или быть более умным, более благочестивым, верующим, или добиваться изменений политического в стране, можно как раз с помощью рациональных убеждений, не с помощью рациональных. Избавившись от них, легче добиваться этих целей. Просто такой парадокс, что мы свою цель превращаем в догму, ругаем себя за то, что мы не добиваемся этой цели, говорим, что если мы не добьемся, то мы этого не переживем, и это вообще просто очень плохо, это ужасно. Но чтобы добиться, не нужно так думать. Нужно думать, что я этого хочу, если у меня не получается что-то на этом пути, я могу ошибаться, что мне это делают, я плохим. Что-то не получается, что-то нет. Но если этого не получится, я не умру от этого, я буду не самым успешным менеджером в России, но буду хотя бы тысячи, примерно 10 тысяч. И это не будет ужасно. Это просто может быть плохо, неприятно, я добился своей цели настолько, насколько я хотел. Вот у меня катастроф. Вот. А если я правильно поняла, вы работаете или работали с зависимостями? Ну, зависимостями я не... То есть, психотерапевтически я не очень много работал с зависимостями. Ну, там было бы просто интересно узнать про какие-то специфические установки, если есть. Ну, там есть, да, установки обычно, то, что я должен употребить что-то. Во-первых, там, да, то, что касается не самого употребления вещества, да, то есть я должен употребить сейчас то, что мне хочется. Если не хочется, я должен выпить. Вот, я должен. Обычно вот это. Ну, плюс там вторичные проблемы есть, которые касаются других аспектов, да, что если я, допустим, я алкоголик, то, значит, если у меня есть зависимость, то я, там, плохой. То есть, если он ещё больше пьёт, да, или что я вообще не должен пить, если я пью, то всё, я плохой, это ужасно, я этого не приживу. И даже если это оспорить, человек начинает меньше употреблять, меньше деструктивно себя вести. Потому что поведение, оно вызывается, дисфункциональное поведение, там, агрессивное, или употребление каких-то веществ, саморазрушительное поведение, оно связано с этими уржениями иррациональными и дисфункциональными чувствами. Эти сильные эмоции, да, которые у них, которые, как бы, такой туман, который нас просто заставляет вести себя слепо, начиная симония, связаны с уржениями. У нас в паре у них, конечно, решает многие предельные проблемы. Ещё один вопрос. С чем чаще всего приходится сталкиваться? С какими иррациональными установками? То есть, есть же, наверное, какой-то такой набор популярный? На самом деле, вот интересно, что Элис, он, когда только начал работать, он выписывал, у него там очень много выписывал этих установок, но потом его создавал в четыре. То есть, фактически, все они касаются... То есть, важно, что они это с этим четырём группам, а именно конкретно, это у всех очень разное всё-таки. И это трудно, надо сказать, с чем что-то наиболее часто встречается. Но, мне кажется, успех, наверное, я должен быть успешным. Ну, неважно в чём-то, да, я должен быть лучшим на работе своей, я должен быть... А, да, да. Я должен быть каким-то успешным. Общество диктует. Да, общество диктует. В принципе, это всем поддерживается, за счёт этого и существует. Многие какие-то, я думаю, коммерческие проекты, они существуют за счёт того, что пользуюсь этими рациональными убеждениями людей. Фактически, их подогревая и... Вот, да. Я думаю, это наиболее часто. Ну и то, что я плохой, конечно, какой-то, я неудачник. Не прошу добиваясь в цели. А что, если человеку достаточно сложно принять все эти рациональные убеждения? Есть ли какие-нибудь дополнительные способы воздействия? То есть, у него настолько всё от тумана нам предображает, что он не может понять, насколько они эмоциональны эти убеждения? Да. Ну, здесь... Да, я не сказал про поведенческое диспутирование, точно. А про эмоциональное поведенческое диспутирование ещё. Ну, касательно этого, я сейчас скажу, можно, как я сказал, менять интерпретацию события. То есть, человек думает, что он, допустим, что вот его не любят, и мы ищем факты, которые предверждают, что его всё-таки кто-то любит. И он может не откататься от своего убеждения, что его должны любить. Он всё-таки может убедиться, что его кто-то любит, и ему станет лучше. Или можно сделать так, чтобы он почувствовал от кого-то любовь. Ну, там, вспомнить, кто к нему хорошо относится, и встретиться с этим человеком. И он увидит, что его кто-то любит, и ему станет легче. Это будет легче, чем оставить убеждение. Это такой более быстрый способ. А также можно же использовать методы какие-то отвлечения, релаксации, медитацию. Это то, что может отвлечь на время проблем. И чтобы сразу не решать, если очень сложно их решить. Вот так. Но это, опять же, с точки зрения репт, это не является... По самому блоку. Симптомы снимает. Да, симптомы. Хотя это тоже эффективно, и у них в терапии это очень активно используется. И в некоторых случаях, некоторым людям это единственное, что может им помочь. Они вообще не могут понять эту идею, что, например, про реакционное движение такое бывает. Или мне не нравится эта идея, я считаю, нет, я должен быть успешным. А что? А что? А какое-то дискутирование. И оно приводит к эффективной философии. Эффективная философия – это как раз рациональное мышление. И еще я не сказал, я уже сказал, прагнитивное диспутирование, есть еще и эмоциональное диспутирование. То есть с помощью образов, метафор, каких-то... То есть и терапевт это использует, и сам пациент может говорить, что за чушь, я думаю, как то, что я не сделал этот проект, как я от этого становлюсь придурком? Это чушь полная. Вот так эмоционально, если оспаривать, то это убеждение, оно быстрее разрушается. То есть, потому что иеррациональное убеждение, оно очень эмоционально на нас действует. Мы сами себе говорим, да я же полный там придурок, раз я это не сделал. И точно так же нужно сказать себе, да не делают меня придурком, раз я этого не сделал. Вот именно это специально себе проговаривать, можно прям зачитать диктофон и слушать это, чтобы все это перетянуть на другую сторону. Это довольно странно, потому что раз есть деструктивная, так сказать, сила эмоций, с которой мы боремся, а здесь мы придаем тот же самый инструмент, только со знаком, с обратным знаком, да, и получается, что таким образом мы легитимизируем негативную эмоцию тоже. Ну то есть, раз ты можешь себя со всей силой, да, позитивно как-то, ну как это называется, столкнуть эмоциональным, да, импульсом, то значит, ты так же можешь себя негативным эмоциональным импульсом, да, столкнуть вниз. Ну то есть, получается, что здесь, раз так можно, то, как бы, негативная эмоция тоже имеет право на существование. Нет, конечно, имеет право на существование. Во-первых, нужно понимать, что дисфункциональные чувства это нормально, мы всех испытываем, и рациональные в жизни тоже нормально. Они есть, будут, и мы к этому не надеемся. И все-таки здесь нельзя это сравнить, это, во-первых, если бы я сегодня доказывал, что я хороший менеджер, да, тогда это было бы тоже рационально, да, что я хороший человек, да, нужно эмоционально доказывать рациональное убеждение. Эмоции это всего лишь следствие, да, и мы обадываем организм. Эмоции ничего в себе не значат, это просто индикатор. И мы можем придать эмоциональный заряд чему угодно. Это оружие, которое заставляет мозг лучше воспринимать. И мы можем наделить рациональное убеждение эмоцией, искусственным, так что оно будет нашу эмоциональность заряжать. В эмоции нет ничего плохого, конечно. И вот это эмоциональное диспутирование. Есть еще поведенческое диспутирование. То, что мы должны делать, противоречивая нашему убеждению в соответствии с нашими новыми убеждениями, рациональным. Например, меня должны любить в себе. И мы хотим нового убеждения, да, я хочу, чтобы меня любили, но это не обязательно. И мы делаем что-то, чтобы нас могли не полюбить. Но такое, что это не противоречит закону, не вредит нашей репутации. Ну, например, Элис рекомендовал выкрикивать станции в метро, я это делал. Заходить в магазин и задавать дурацкие вопросы. Типа в магазин техники зайти и спросить, есть ли у них сигареты. Ну, прохожие задавать какие-то дурацкие вопросы. Выходить в разные обуви, куртку наизнанку надевать. То, что, кстати, потом используются в каких-то тренингах, но... Не перебарчивают. Возможно. И они еще не понимают, зачем это делать иногда, мне кажется. А зачем задевать куртку наизнанку? Ну, чтобы оскорить убеждение, что я должен всем нравиться. И что по мне должно быть все хорошо, я должен быть всегда вот какие-то идеалы. И, то есть, это задание идет в зависимости от того, какое убеждение есть, да? Ну, вот. Это поведенческая дисциплиционная. То, что мы должны вести себя на чем-то противоположном образом. Ну, например, мы думаем, что это... Ну, так же, например, с... Да. Эдис у нас был очень тревожным. Он боялся не вступать, например. Боялся знакомиться с девушками. И он, когда еще он не был психотерапевтом, он сидел в парке, и он решил преодолевать свою тревогу, и он знакомился с девушками. И из ста человек, там, ему, там, одна... Три дали номер, но одна не ответила, другая не призвонила, а третья дала неправильный номер, что-то... В общем, и он сочетал, что это хороший результат, потому что он думал, что ни одна вообще с ним не познакомилась. Вот. Тоже здесь было, допустим, убеждение, что со мной никто не хочет знакомиться, да? Это тоже может быть... Ну, это скорее про интерпретацию, да? Это не про рациональное убеждение. Но что я должен быть успешным в отношениях с девушками. То есть убеждением... Вот он так испарился убеждением. И он это пережил, да? Да, это было неприятно, что с тобой тебя отказывали, и у тебя не получилось. Но он это пережил, это не было ужасно, но ты не умер. Да? То есть столкновение с тревогой и с неприятными какими-то событиями, оно как раз помогает преодолеть эти рациональные убеждения. Как это стерилизация, несколько типов пустрации. Уинди Драйден, один из тоже терапевтов британских... Ну, Элис умер в 2007 году. Уинди Драйден, он жив. Он заикается. И он, чтобы преодолеть заикание, да, он... То есть чтобы преодолеть самоосуждение и свое рациональное убеждение, что это заикание, он наступал очень много. Начал наступать на радио. Вот. Это поведенческое диспультирование. Смени поведения. Так. Вроде все, да. То есть три вида диспультирования. Квадентинно, эмоционально, и плюническое тоже. Исходя из того, какие глубинные убеждения, человек чаще будет реагировать на события определенным образом. Ну, исходя, да, из его убеждения. У всех же разные есть убеждения и расставания. То есть он считает, что меня все должны любить, он чаще будет реагировать на проявление, например, пренебрежения или какого-то плохого. И он быстрее будет на это реагировать. И скорее будет интерпретировать это как плохо, ужасно. Да. Не всегда, но чаще. Да, чаще, конечно. А кто-то может из-за этого не переживать, например, у него нет такого убеждения, что ему нравится. Да, кому-то нравится, кому-то нет, ну и ладно. Но у него есть, допустим, идея, что у него должно быть в теле все идеально. Например, про панические расстройства, здесь так бывает. Что у меня должно сердце работать как часы. Если у него будет сердцебиение или что-то в теле происходит, он начинает говорить, вдруг у меня болезнь, это не должно происходить, и будет так ужасно, что у него сердце бьется слишком часто. Он будет испытывать тревогу, он обращает внимание на это, да. И какой-то физический недуг его, допустим, всегда ломает, да. Вводит в депрессию. Да, это такое иррациональное убеждение, у всех в разных наборах есть. И при разных расстройствах разный набор, и они активируются какими-то событиями. Да, и поэтому важно понимать, он может даже всю жизнь пролиться рациональным убеждением, что он должен быть. Я должен все любить, и если у тебя правда окружают люди, так случилось, может быть, которые проявляют тебе любовь, или у тебя не впадешь в какое-то расстройство, да. Или если у человека есть убеждение, что он должен быть успешным, у него правда получается быть успешным, или в таком он считает себя успешным, он не будет расстреливаться. Вы заметили, депрессия, она сама по себе иррациональна, и независима, она сезонно проходит. И вообще по этой методике можно ее предотвращать, или это вот человек, который склонен к депрессии, постоянно должен проходить какую-то терапию в этот период, чтобы он хуже не стал или... Ну, то есть, он может ее предотвращать. Потому что депрессия, это всегда связано с какими-то мыслями. Поэтому это... Она может быть вообще ничего не связано, может быть очень хороший период, и человек будет в депрессии. Конечно. Когда начинается период неблагоприятный, он все силы и энергии тратит на то, чтобы преодолеть эти трудности, трудно эти заканчиваются, и он спокойно сразу впадает опять в депрессию. Да. События могут не быть никаких событий. Да, депрессия может начаться без событий. Это может активировать, а может не активировать, но события все равно какие-то происходят. Он, допустим, человек проснулся утром, вот у него было все ровно. Его это устраивало. Однажды утром он просыпается и в депрессии. Но у него есть какие-то мысли. Он думает, то есть до этого, когда он смотрел в окно, и была вот такая погода за окном, например, он думал, о, какой классный снежок. А вот сейчас он проснулся и думает, мерзкий снег. У него не должно быть этого снега, я должен жить в Нагуа вообще, а не в этой гребаной Москве. И почему я здесь? И раз я здесь, я какой-то неудачник вообще, нормальные люди вообще не работают, а мне надо идти на работу сейчас. Вот. И вот он так думает, эти мысли его расстраивают. И аретотерапевт может помочь им справиться с этими мыслями и научить его так, чтобы когда он не проявляется, эти мысли он сам их оспаривал и предотвращал. И когда он начинает так думать, он говорит, так, стоп, о чем я опять думаю. И если касаться самопомощи, то это можно использовать каким образом, если вы замечаете, что вам очень плохо, всегда можно спросить, о чем я сейчас думаю. И что сейчас я думаю? да. И... да. Но сначала можно выявить, да, чувство, во-первых, то есть это тревога, подавление, злость, видишь, какое чувство превалирует, какое основное чувство негативное. Потом спросить себя, да, какое... то есть выяснить, какое событие было триггером, да, и потом подумать, а что связывает, вот, то есть мы выяснили чувство, да, для себя, потом выяснили событие, а потом мы можем выяснить, о чем мы думали, какое убеждение у нас было об этом событии. И... выявив это убеждение, это одно из иррациональных убеждений, у вас всегда будет, если еще, если мешающее чувство есть, можно его спорить, да, потому что у этих, этих убеждений иррациональных нет никаких логических предпосылок, их можно спорить, и можно доказать. Вот эти, да, убеждения, они рациональны, потому что они логические, эмпирические, подтверждаются, да, это рациональные, и их можно доказать. Это невозможно доказать. И в этом, в этом преимущество рационального убеждения, потому что, конечно, слабость его в том, что они для нас новые, да, мы не всегда к ним обращаемся, и... но их сила в том, что они доказуемы, и мы можем это использовать как инструмент нашего мышления для того, чтобы это сделать. А сила этих убеждений в том, что они, можно сказать, врожденные, и внушаются нам, но их слабость в том, что они... это просто вера. Это ничем нельзя доказать, это абсолютно вера. Поэтому я не знаю, берись верой. Как можно доказать, что у нас здесь желание, я хочу? Но оно есть или нет? Ну, есть доказательство, оно в этом есть или нет. Что? Либо оно есть, либо нет. Да, ну да. Но это и есть доказательство, что оно существует, ваше желание. Я хочу, вот именно, что это не требуется... То есть, доказательство есть то, что оно существует. Потому что вы занимаетесь... Он занимаетесь доказательством. Почему доказательство? Есть то, что вы у себя обнаружите это желание. Я хочу... Может мне его навязали? Куда я знаю, что это я хочу? Ну, это вот уже такой вопрос, скажем, который невозможно доказать. Я и спрашиваю, а доказательство оказывается, это или принимается как абсолютно? Что есть желание у человека? И что он принимается плюсом? Ну, человек или хочет, или не хочет. В смысле? Ну, я могу думать, что я сейчас хочу, но потом я могу представлять, что это не я хочу, а это навязано там рекламой. Ну, вы можете так думать, что это навязано рекламой. Да. Но, если вы в этот момент хотите, вы хотите это. Вы не можете... То есть, вы в этот момент вы это ощущаете, это факт. Говорят, за фактом само желание. Ну, это интерпретация, может быть. Я действую так, поэтому я объясню себе, что я имею в виду. Но это уже софистика, понимаете? Это уже такие спекуляции. Мы можем увидеть на то, что человек говорит, вот я видел такую классную машину, и мне должна быть такая машина. Но мы понимаем, что он хочет машину такую, и мы не можем не считаться с этим фактом. Он хочет ее. И это факт, что он не хочет. Но то, что он должен ее иметь, это уже не факт. Вне зависимости от того, там навязали ему я хочу или нет. Да. Это не важно. На самом деле, наше желание нет каких-то истинных желаний. Все желания, гибруции социума, биологические потребности и социальные. Они все навязаны. Иногда мы какие-то желания ощущаем, как свои, а какие-то нет. Это уже отдельная тема. Да. То есть, желание поесть, это все-таки не навязано для любительства социальных. Желаем поесть? Ну да. Ну да, я говорю, или биологические социальные потребности. Ну прям, поесть определенным образом, например, определенный вид. Не важно из-за чего я хочу, главное, что это не должно быть. Да. Не обязан это случаться. Не зависит от того, почему я это хочу. Важно, что хочешь. Конечно, можно потом пересмотреть свои желания, например. Они меняются, но они как факт, они есть. И это невозможно отрицать то, что они существуют. То есть, мы допускаем то, что мы можем познать реальность. А где можно поподробнее с методикой ознакомиться? Есть, да, книги Элиса, они давно, кстати, не пересдавались, но на русском языке есть книга Элиса Практикум Рэпт. В интернете она есть, в доступе свободы. Есть книга, не помню, как она точно называется. Психотренинг по методу Элиса. Психотренинг по методу Элиса тоже есть. Ну, то есть, практикум Рэпт – это для специалистов. Для самой помощи это психотренинг по методу Элиса, и не давите именно психику Элиса. Есть книги. Учебные центры. Учебные центры. Учебные центры? О, да. Ну, обучают Елена Ромак, вот, которой я учился, и Ассоциация когнитивно-погеннической психотерапии. У них есть, по-моему, там семинары один или два в курсе общей когнитивной терапии. Нет. У них тоже проводят Ромак. Иногда КАФПАП проводят. У председателя Ассоциации когнитивно-погеннических психотерапевт. Нет, нет. Ну, а у Ромак есть. Учебные центры. Учебные центры. А из книг еще есть. Я все время забываю на название. Для специалистов. Один из авторов, по-моему, Уоллес. Поэтому можно найти. Я не помню. Название точно. По-моему, тоже что-то типа вроде практика Рэмута. Практика Рэмута. Вот. На русском языке. А, да ещё есть, у кого хочет женщина, это в русском переводе. Такое название, но её нет в открытом доступе. Там, может быть, где-то можно патнистически и занести в лавках. Вот. Так. Ещё какие-то вопросы есть? Можете повторить, надо звонить мне, пожалуйста. Практику Рэп. Практику Рэп. Не давите имя на психику и психотренинг по методу Эльс. Вот. Ещё вопросы есть? Вы спросите, ну, то есть, понимаете ли, как бы, где границы применимости, ну, там, скажем, те, где методика даёт наиболее эффект максимальный, да? То есть, вы сказали, что, значит, там, типа, допограничный и допограничный, как бы, хороший эффект, дальше плохо. Вот. То есть, допустим, я не знаю, есть ли методологически подтверждённая статистика, что методика даёт хороший результат в работе, допустим, с той же депрессией, да? Да, есть. Из депрессии. Да. Из тревоги и депрессии точно. Как двигается, да. Статистика собирается, то есть, там, какие-то показатели есть измерения? Да, ну, да, есть шкалы депрессии, тревоги эллигизированные, там, шкала актовой депрессии Бека, тревоги Бека. То есть, ведёт себя пациент какое-то продолжительное время? Группа, да. Группа. Ну, сравнивается, например, группа, у кого я получал рэпты, когнитивную терапию Бека, но это рэпты и никакой терапии. То есть, разные группы сравниваются, и рэпты показывают преимущественно при некоторой терапии. У меня уточняющий вопрос. То есть, я правильно понимаю, как было записано, да, что вы, как бы, ну, по образованию медик, психиатр, да? И, так сказать, вот ваша модель, допустим, той же депрессии, она, так сказать, скажем так, химически обусловлена или нет? То есть, вот, вы сейчас, вы сейчас, ну, как бы, получается, что, ну, в некотором смысле, как бы, есть такое, у меня возникло недоверие, лёгкое, научного толка, да? Вот, что у вас, как бы, есть внутреннее противоречие такое, что, ну, как бы, базовое и тоже дико доказанное, да, так сказать, любыми, там, я не знаю, слепыми методами и всем остальным, да, что депрессия имеет, там, вон, там, нейромедияторный, там, медиаторный, как бы, так сказать, словно говоря, генези, да? Вот, и при этом, и вы говорите, да, и при этом вы говорите, ну, вот, есть методика, которая, как бы, никак не, так сказать, взаимодействует с, так сказать, коррекцией нейромедиаторного, там, какого-то, так сказать, функционирования, да, и она даёт очень хороший результат. Вот, как эти две, два, два этих факта уложить, да, в одну... А это абсолютно не противоречено другому. Да, в соответствии с делами исследованиях, кБТ, когнитивная терапия депрессии лёгкой, она эффективнее даже, чем антидепрессанты. То есть сравнивается антидепрессанты, и терапия тоже сравнивается. И когнитивная терапия депрессии и тревоги, она в лёгких, при лёгкake степени она эффективнее, примерим, по-моему, сопоставима. И ещё улучше совмещение, когда есть и терапия, и психотерапия, и фармакотерапия ещё лучше. Поэтому почему это не противоречит, то есть, если мы возьмём, Как я сказал в начале, может кто-то пропустил, психика функционирует как единое целое. То есть, нейромедиаторы, мозги – это как бы основа. Есть мысли, есть эмоции, есть поведение. И нельзя сказать, что это первично, это такой круг. Это же функционирует одновременно. Если у нас появилась какая-то негативная мысль, то как-то изменяется и медиатор изменяется. Если мы испытываем эмоцию какую-то негативную, то у нас тоже медиаторы работают как-то по-другому. И мы можем воздействовать на все звенья этой цепи. Причинно-следственная связь ее никогда не бывает. То есть, это же не работает. Это в нашей голове только есть. Сначала это, потом то, потом то. Реально все одновременно происходит. Скорее всего. И, во-первых, насчет нейротрансмиттерных вещей, точно же неизвестно, какие медиаторы как. Понятно, что они как-то взаимодействуют, как-то меняются, точно неизвестно как. Это важно понимать. И есть данные, что психотерапия тоже меняет в том числе и какие-то эти процессы, даже и морфологическую структуру. И даже… Да. Ну, потому что при репрессии же есть изменения в мозге, И органические… И психотерапия тоже на них влияет. Потому что изменение мыслей, оно изменяет и эти процессы. Эмоции, поведение. И это все взаимосвязано. Возначая эти репрессанты, мы также можем порвать этот круг, да, порочные расстройства, изменив поведение, да, если не изменив мыслы. Это называется… Модель… Порочные круги – это сейчас самые распространенные, самые, пожалуй, доказанные научные концепции любого психического расстройства. Вот этот вот круг, связанный, связывающий и биологию, и психику, и поведение, и события социальные. Соответственно, да, какой-то там стресс, там, да, развод, там, и потеря работы может все это спровоцировать. Это, например, термин только «рочный круг»? Да, «рочные круги», да. Это такой термин. Это очень, на мой взгляд, просто объясняет практически все проблемы, расстройства очень… Если раньше, вот, допустим, это всегда была какой-то загадкой, то сейчас, мне кажется, достаточно понятно, как любое расстройство развивается. А если есть какие-то постоянные факторы, которые действуют на человека отрицательно, но он с ними живет, по моему счету, терапии можно как-нибудь остановиться с этими фактами? Нельзя так, чтобы… Ну, на любом месте влияет, например, в том примере с родителями, которые… с которыми с тобой живешь, которые, как-то, начинают себя приятелить. Ну, да, есть такой оттеклооткат. Конечно, сегодня. Откат. Это стать терапией, какой-либо взяли какие-то установки, но, признать его в некоторых условиях среды, влияет там данное обращение к предыдущему состоянию. И можно ли на вопрос? Ну, с помощью этой терапии влиять, возможно, по-другому реагировать, соответственно, на все эти… Ну, да, можно, но, в первую очередь, зависит от того, какое событие, да? Есть события, которые, ну, для нас очень травмирующие, да? То есть, допустим, физическое насилие, да? Это очень сложно принимать. Есть события, которые менее травмирующие, да? Если с ним… И все зависит от ситуации. Ну, психологическое какое-то насилие. То есть, не однофизическое, а не психологическое насилие со стороны своих родителей, которые… Ну, да. Но бывают такие ситуации, ну, про родителей. Мы не можем извинить родителей, там, или соседа, там, да, или правительство. Но очень, кстати, часто бывают, допустим, проблемы из-за политики, да? Многих бывает удивительно о депрессии из-за того, что там какое-то правительство такое, да? Или не тот строй. И… Да, мы не можем это изменить, да? Нам хочется. Мы можем как-то в это повлиять на это, да? Пойти на митинг, вступить в партию, там, участвовать в выборах или не участвовать в выборах. Но… Нам придется это принять, да? И тот факт, что это есть. А у многих людей, кстати, политически там, активно, да? У них это не должно быть. И это не помогает добиваться своей цели, они только постоянно в каком-то тревоге, в депрессии, и совершают эти деструктивные действия, да? И не добиваясь своей цели изменения в их политической ситуации. А он… Если человек примет это, то он может начать как-то конструктивно действовать, да? Это так. И он может влиять на то, что не может влиять, да? И он может, допустим, что-то сделать локально там, да? Или что-то сделать, то, что касается его возможностей. Но… И он будет удовлетворение в то, что приближается к этой цели. А остальное, он может принять то, что… То есть принять то, что нельзя изменить, изменить то, что можно изменить. Вот почему помогает реакция. Отличает от одного другого. Да, отличает от одного другого. Ну, эмоциональную защиту какую-то выстроить, если вот в семье действительно идет постоянное психологическое какое-то насилие, может ли это в психику? У эмоционального человека как-то эмоционально? Он может защитить себя вот психологически? Ну, да. Убеждая себя как-то. То есть это невероятно. Если у него возникает рациональное убеждение, то да, конечно. Если у него невротические чувства возникают. Возможно, не испытывать невротические чувства по этому поводу, он просто расстраивается, да? И тут уже нормально расстраивается, так скажем, эмоционально, испытывать это негативное переживание. Но с этим ничего не надо делать, здесь нужно менять ситуацию, да? Учить человека менять ситуацию тоже важно. И довелаться в свои цели. Но он может принять ее, да, если… Уменьшить скрыженность. В любом случае нужно принять. Ну так, конечно. Когда он даже может изменить или не может, когда оно понимает. Да. Сначала нужно принять, чтобы что-то изменить… Не отрицать это, не оказывать, что этого не существует. Чтобы что-то изменить, нужно сначала это принять. Это очень важно. По-моему, да, очень… Многие люди этого не понимают, что это важно. В этом проблеме из Михаила. Еще что-то? Есть ли какие-то стереотипы по отнесению чувств к функциональным или дисфункциональным? Например, брусь – это всегда функциональные чувства? Называть их можно по-разному, да. То есть, да, конечно, любой спектр негативных чувств, он является нормальным. Это нормально – испытывать беспокойство, когда что-то опасное, да. Какое-то сожаление о том, что мы сделали что-то неправильно, да. Ну, при каком-то там обиде. Стыд за то, что… Ну, не стыд за то, что… Ну, не стыд, это, скажем, дисфункциональный. Ну, какое-то негативное переживание по поводу того, что мы как-то позвонились, да. Или злость, или какое-то раздражение по поводу того, что мы с нами поступили как несправедливо. Это… Да, это вот… Спасибо за этот вопрос, я про это забыл рассказать, что весь спектр эмоций, он… Они могут быть полезны. Они нам нужны и важны, они делают нашу жизнь интересной, насыщенной. Эмоции – индикатор того, что нам что-то нравится, не нравится, помогает, не помогает. И рэп как раз помогает избавиться от слишком выраженных эмоций, слишком сильных, мешающих. Вот когда они зашкаливают, и когда они нам просто превращают нашу жизнь в ад, вот тогда рэп их снижает, и они просто становятся функциональными. Это те же самые чувства, просто они менее выраженные, грубо говоря. И, ну, на самом деле, они по-другому окрашены. То есть, я думаю, можно с этим сравнить, но, допустим, бывает тоска, например, такая вот, если кто-то умер, например, можно испытывать такую дистанциональную тоску, я виноват в этом, я даже должен его по-другому сделать, он бы не умер, и вот я виноват. А можно испытывать функциональную тоску, такую светлую грусть, что вот мне очень жаль, что человек потерял его, но я в этом не виноват. Да, может быть, я что-то не сделал хорошего для него, я мог бы это сделать, жаль, что я этого не получилось, Но это не ужасно, они могут пережить очень грустно. И это такая светлая грусть, она есть, и это нормально. И вот проект позволяет испытать чаще такие функциональные негативные чувства, чем дисфункциональные. И они эти чувства нам помогают, они нужны. Да, и нужно понимать, что еще позитивные чувства тоже могут быть дисфункциональными, например, при биполярном расстройстве, гипомания, мания, или при пограничном расстройстве, ну у здоровых людей бывает такое, о, я самая классная, раз умеет получилось. И эта мысль при том, что вы расслабитесь, 카메라 не будете ничего делать, раз вы такой классный. Зачем вы что-то делать, если вы не так распрекрасны, вас все должны любить, у вас все не так получается. Намного рациональнее сказать, что у меня это получилось, и хорошо, что я это смог сделать, но это не делает мне вообще прекрасно. Просто я смог это сделать, за 3 Sorry чаю, не сможешь это сделать, я не стану плохим. Это хорошо, что у меня это получилось, и радость остается. Но она такая более функциональная, полезная радость, которая мотивируются еще раз сделать, они заставляют расслабляться и смотреть высоко на других. А можно пользоваться критерием «нравится мне жить с этим чувством» или «не нравится»? Да, конечно. Это будет субъективно достаточно. То есть, если оно не мешает, то окей. Иногда даже, может быть, оно такое очень мешающее, в каком-то смысле, оно очень сильное, но тебе хочется ему помнить, почему нет. Это выбор, да, конечно. У меня есть еще один вопрос, чтобы проверить правильно понимание. То есть, если я нахожу убеждение вида «я должен заботиться о своих родителях и детей», то по своей форме оно попадает в категорию иррациональных, и мне надо рассмотреть его основание или каким-то образом переформулировать то, которое казалось бы не эквивалентным, но относилось бы к рациональному. Если есть такое убеждение? Если я нахожу такое убеждение. А, ну, его очень трудно… То есть, да, здесь важно, во-первых, понимать, что не всегда, когда мы говорим «должен» или «нужен», это иррационально. Важно понять, что… Я имею в виду, что, например, я мог бы его переформулировать, как «я хотел бы поддерживать благоприятные услуги для жизни своих родителей и детей». Я хочу этого, да. Но здесь просто еще… Есть нюансы. Да, нюанс в том, что, возможно, у вас рациональное убеждение, что это не иррациональное убеждение. То есть, не всегда, когда вы говорите, что я должен… Ну, допустим, врач должен лечить полицейский, должен охранять. То есть, там, да, я должен выстрелить. Но это не значит, что догматически, да. Это абсолютно. Это именно моя обязанность социальная, да. То есть, социальная обязанность никуда не девается. То есть, репт оставляет ваше восприятие этого как чего-то абсолютного, догматического. То есть, у вас может быть убеждение иррациональное, что да, я должен это сделать. Но если у меня не получится, ничего страшного. То есть, вы можете не понимать это абсолютистски. Дело не в слове «должен» и «нужен», а в том, как вы это воспринимаете, это слово «должен» и «нужен». Да. Вы можете не говорить этого даже слова, а при этом требовать. Могу и другие слова «необходимо», там, «мне нуждаю», и все. Но, опять же, важен смысл, да, а не само слово. И, если это рациональная забота просто, да, что вы за этим должен, может сказать, я хочу просто, да, заботиться. И я, как человек, который считает, что это важно, я должен это делать. Это может быть рационально. Спасибо. Спасибо.